Добрый день! Мы вновь встречаемся с вами для того, чтобы ответить на многочисленные вопросы. Сергей, Малявка, Коломна, остались пасхальные яйца. Что с ними делать? Выкидывать? Рука не поднимается. И что делать со старыми православными календарями, книгами, газетами и тому подобное? Пасхальные яйца остались. Ну, я помню, в детстве у нас тоже так. Если так уж, ну, действительно, но обычно это делалось так, какое-нибудь место, где не вступает нога человечества, закопает в землю. Ну, и так уж Господь определяет, да? Ну, так, чтобы не попиралось ногами. Можно и так сделать. Что делать со старой литературой духовной? Календарями, книгами, газетами. Ну, что касается этой литературы, может быть, даже посмотрите. Есть библиотеки кругом, особенно и календари, и книги, и газеты. Они очень бывают востребованными. Раздайте. Раздайте. Тем, кто не имел такой литературы. Константин Зубарев-Ульяновск. А четвертый заповедь, помни, день субботний. Друг мой. А что, когда это была заповедь? Когда? В Ветхом Завете. А Христос при жизни говорил, конечно, о почитании заповеди, обращаясь к народу, к исполнению тех норм, которые Бог дал. Новый Завет после смерти, вознесения и воскресения Христа привнес многое, совсем новое. Потому оно называется Новый Завет. И для нас день воскресный – это день победы жизни над смертью, день воскресения Иисуса Христа. Поэтому мы и чтим этот день. А Христос был не просто человек, а Бога человек. Сын Божий. Помогай нам, Господь, разобраться в этом. Если не совсем понимаешь, подойди. Кому-то в храме можешь, если где-то ко мне подойти, побеседуем. Храни Господь. Оксана Серикова. Харьков. Живу в Украине. Мой друг из России лежит без сознания в диабетической коме. Хочу помочь, не знаю как. Врачи не дают очевидных прогнозов. Места не нахожу. Как мне быть? Что делать? Я больше всего в жизни хочу потерять этого человека. Ему нельзя уходить. Ему всего 27 лет. Оксана, понимают мою боль и крик твоей души. Конечно, видать, близок тебе этот человек. Но поскольку ты обращаешься ко мне, я думаю, что ты человек верующий. Молись. Молись, молись и молись. Что еще делать? Добрые дела твори. Ты ему не можешь помочь? Ты в Украине, в Харькове, он в России. Посмотри, вокруг тебя, наверное, много больных людей. Иди. В онкоцентр какой-нибудь. Или там, где лежат тяжелобольные. И помоги им. И, видя твою помощь, Бог услышит твое сердце. И она будет воспринята как помощь твоему другу. Еще раз молитва. Храни Господь. Наталья Лавникова, Хабаровск. Мне 18 лет. Но часто нападает апатия. Ничего не хочется делать. На душе печаль, плачу. И жить-то надоело. Пойду в храм, молюсь, но мало что знаю о православии. Что мне делать? Хочется все в корне поменять. Но не знаю, с чего начать. Наталья, знаешь, о чем я тебе хочу сказать? Вот начни вот с чего. Первое. Бог даровал человеку уникальный инструмент – совесть. И вот начни внимательно прислушиваться к своей совести. И если будешь находить, что ты делаешь поперек голосу совести, не делай этого. Живи по совести. Это первое. Второе. Ты живешь в Хабаровске и говоришь, как бы познакомиться поближе с православием. Не знаешь как. Хабаровске – очень хороший владыка. И Игнатий, митрополит, мой коллега. Я не думаю, что он не захочет с тобой побеседовать. Подойди к нему. Подойди к нему. Побеседуй. Или вообще в каком-то храме. Именно побеседуй. Не просто так. Там есть семинария. Тебе 18 лет. Побеседуй с семинаристами, со своими сверстниками. Я думаю, найдешь некие ответы на твои вопросы. Ну, а и другое. Ты говоришь, молюсь, молюсь. Я не знаю, чем ты занимаешься. Учишься или уже думаешь работать. Самое главное, чтобы твоя жизнь была по нормам. В христианстве они называются заповедями божьими. А в обыденной жизни, я тебе сказал, начинай слушать совесть. Однажды в жизни наберись духом. Пойди в храм. И не просто вот постой и помолись. Подойди к священнику, которому душа к тебе ляжет. Лучше это делать в будний день, когда священники не загружены. И расскажи все, что у тебя на душе. Пусть это будет твоей исповедью. И поверь, тебе станет легче. В добрый путь. Мария Короткова, Ульяновск. Подскажите, как готовить ребенка к святому причастию, когда ему исполнится семь лет? Ну, во-первых, православной церкви мы причащаем и раньше семи лет. А когда вы говорите о семи лет, то, как правило, с этого времени ребенок начинает исповедоваться. Как готовить? Расскажите ему о Боге. Расскажите ему о тех нормах, которые Бог от людей требует. Не обманывай, не кради, люби родителей своих, относись уважительно к старшим. Все это есть. Для детского сознания это очень важно. И очень важно, чтобы ребенок понимал, что есть Бог. И одно из его свойств – это вездесущее и всевидение. То есть, что бы ты, сынок или доченька моя, не делали, я не увижу, и папа, может быть, не увидит, а Бог увидит. И вот подумай, как стыдно будет, если Бог увидит твои поступки, а ты думаешь, что их никто не знает. Поэтому надо об этом говорить детям. И пройдя нередко через вот этот стыд на исповеди, ребенок будет прививаться к добру и уклонению от зла. Помогай, Господь! Николай Аверьянов, Якутия. Полтора года назад стал активно применять в течение всего дня следующее духовное упражнение. Памятование Бога, умное предстояние пред Ним. Иоанн Лестничек рекомендовал эту работу. Как страшно башня своего ума стараясь бодрствовать каждое мгновение. Слава Богу, получается. Работа – это не считаю. Это стало моим счастьем. Жизнь сильно изменилась за полтора года в хорошую сторону. Почему в голове я стал ощущать движения какие-то? Сначала пекло уши, виски, лицо, лоб. Теперь все перебралось в область темени. Там как огонечек в течение дня горит что-то. Бывает еще и пощелкивает тихонько. Как лягу спать, ощущение-то пропадает. Не болит. Сам здоров. Бегаю в лесу. Занимаюсь физкультурой. В храм хожу. Дома молюсь. Пост соблюдаю, исповедовался, причащался. Что это? Связано такое с духовной работой или это с другой областью? Может, надо мне уже в больницу? Да, брат. Довольно у тебя непростое состояние. Николай Аверьянов. Ну, у тебя совсем как помнишь, что и притча. Да? Мытарий фарисей зашел, когда в храм помолиться. Фарисей говорит, что я верю в тебя, Боже, я десятину даю, я милостыню даю. Я и то, и то, и то. А в конечном итоге говорит, ну, не такой, как этот мытарь. А мытарь, помните, что делал? Не мог очи свои возвести на небо и только говорил, Боже, милостью, буди мне грешны. А вывод? А вывод помните какой? И пошел этот осужденный, то есть фарисей, всеотворивший. А мытарь оправданный. И очень красивые слова. Канон Андрея Критского, Великий пост. Как раз и мытарь фарисея. Говоря о фарисеи там, перечисляет свои благодеяния. И Андрей Критский добавляет и прочие безумные глаголы. Вот состояние, я тебя не знаю. Но исходя из опыта духовной жизни, довольно серьезное у тебя. Самая большая опасность в том, что ты начинаешь признавать себя вот этаким праведником. Ну, все прям делаешь. А у тебя уже и какой-то огонечек теплится в голове. Вот нередко в духовной жизни это называется прелестью. И я бы тебе посоветовал не просто подумать о ином месте, то есть о больнице. Пока, наверное, до этого еще не дошло. Пойти и то, о чем ты мне написал, посмотри поопытнее священника и поисповедоваться. И будь попроще. А может быть, иногда вместо того, чтобы, как ты говоришь, прям на страж, ну все, почти что святой, у тебя уже все помыслы отсекаются. Так не может быть. А не до конца жизни у всех людей бывает. Найди попроще дело. Начни творить милостыню. Начни помогать. Вот что-то вот так вот реально. И ты поймешь, может быть, другая часть. И огонек начнет у тебя там потухать. И ты почувствуешь некую трудность. Потому что ты не умственно там где-то, там далеко, а реальными делами стараешься исполнять заповеди Божии. Мне вспоминается, я читал, кажется, у Серафима Роуза. Такой американец, очень хорошей жизни человек был. И он, говорит, был у него знакомый, который говорил, что я достиг уже большого нравственного возрождения, читая постоянно Иисусову молитву. Ну и вот однажды этот молитвенник, говорит, сидел на балконе и читает Иисусову молитву. Охвалился, что он очень много читает Иисусову молитву. Чуть ли не по две, а по три тысячи. А внизу, он жил, очевидно, в доме многоэтажном. Там кто-то начал шуметь, может быть, молодежь собралась. Так, говорит, вот этот молитвенник взял посуду и начал тарелками бросаться туда вниз, кто мешал ему молиться. Это говорит о состоянии, что формально вроде бы, да, а реально, когда надо потерпеть, когда проявить смирение, оказывается, совсем другое. Поэтому вот это очень опасная вещь. Я тебе советую обратиться еще, почитать на эту тему Игнатия Бринчанинова. Там в нем есть, ты найдешь прям ответы на эти вопросы. Помогай, Господь, почитай.